МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа премьеры. Театр Астана-Опера, не успев открыть театральный сезон, уже радует зрителей столицы новыми постановками. 30 сентября в рамках проекта «Пиколо театр» состоялась премьера комической оперы Доминика Чеморозы «Тайный брак». «Тайный брак» – единственная из 65 опер итальянского композитора Доминика Чеморозы, дошедшая до наших дней. А в Казахстане она исполняется впервые. И хотя опера написана в XVIII веке, при желании можно легко увидеть в либретто отсылку к Мольеровскому мещенину в дворянстве. Эта история в течение полтора столетия преобразилась и потеряла безжалостность сатиры Мольеровской. Но она все-таки несет в себе знаменательные пункты социального конфликта. И это наша постановка не про амурные истории влюбленной пары, а именно про социальный конфликт слоев общества, который именно назрел вперед Мольера. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Структура и проблематика человеческая, она не меняется. Меняется форма, но не содержание. Поэтому она всегда актуальна. То, что осталось в истории, это всегда актуально, мы это знаем. А вот видение эстетическое, конечно, у каждого свое. Постановщики не пошли по пути упрощения и авангарда. Напротив, спектакль поставлен в классической манере. Однако действие было перенесено в XVII век, в эпоху Барокко и Короля Солнца. Отсюда и пышная визуальная составляющая спектакля. Костюмы, свет, декорация. Мы возвращаемся в эпоху правления Людовика. Как раз тот период, когда началось строительство Версалия и ввели в моду на шикарные бароккальные сады. Это, конечно, барокко, но оно стилизованное и утрированное. Каждый костюм носит свою цветовую гамму. И в течение всего спектакля каждый персонаж в одной и той же цветовой гамме он преображается и меняет свою форму, сохраняя стилистику. Значение имеет то, что это красиво, это передает содержание, это передает ту эмоциональную и интеллектуальную смысловую нагрузку, которую должен понять и принять слушатель. Это не первый опыт работы режиссера Аллы Симонишвили с театром «Астана-Опера». Режиссер из Италии и ранее работала с труппой над постановками. А главное, она выступала также в качестве вокального коуча. Она работает и по стилю, и по итальянскому языку, и, естественно, по вокалу. Помогает очень певцам. И это очень здорово, это очень органично, потому что человек делает не только, собственно, вот мизансцены, да, не только помогает двигаться и рассказывает концепцию спектакля, но и еще с точки зрения вокальной. Это, конечно же, придает нашей работе целостность. А что еще интересно, что мы должны знать текст всех героев. Должны знать, что каждый из себя представляет, что каждый герой говорит. Вот мы с Аллой, с нашим постановщиком, мы с ней садимся и каждую строчку, каждой партии, все переводим, разбираем, кто что говорит, кто что чувствует, кто что из себя представляет. Мы снова рады сотрудничать с Аллой Симонишвили и Мананой Гунием. Замечательные у нас коучи, замечательные педагоги. Они же и режиссеры-сценаристы, они же и те, кто диктует моду на сцене. Театр начинается с вешалки, а постановка нового спектакля с изготовлением декораций и костюмов. Алла Симонишвили и Манана Гуния уже долгие годы работают в творческом тандеме и прекрасно понимают друг друга с полуслова. И хотя режиссер предпочитает классику, а сценограф-эксперимент, конечный продукт всегда получается гармоничным и совершенным. В костюмах выразителем характера персонажа является не только форма, но и цвет. Для Манана Гунии это характерно роскошь, детальная проработка всех костюмов, то есть это и вышивка, это и декорирование, это и аппликации. Шикарные костюмы в стиле а-ля Версаль. То есть это обязательно кринолины, это какие-то шикарные декорации цветами, напудренные парики. То есть красота в чистом виде. Это такой художник, который отражает в костюмах не просто эпоху того времени, историческую, она еще привносит в костюмы характер образов, характер героев. Например, граф Робинзон, это единственный персонаж, который носит в своем костюме элементы аристократического костюма. У него высокие каблуки, у него гигантский парик. Он одет в кроваво-красные оттенки, там от бордо до яркалого. Все костюмы богато декорированы вышивкой, аппликацией, цветами. Немалое значение художник придает также символике цвета. Каролина – это девушка-бутон, девушка в самом расцвете своей юношеской молодости. Она в пастельно-розово-перламутровых тонах. Она изображает из себя бутон розы. Например, у нас вторая сестра, которая уже старая дева, она на выданье, это та знаменитая невеста с богатым приданным. Это уже женщина не первой свежести, и она уже не бутон, это цветок, который отцветает. На ней цветы уже увядающие, и она вся в более темных, фиолетово-лиловых тонах. Конечно, никакой самый фантастический замысел художника не может воплотиться без профессиональной команды исполнителей. К счастью, в театре «Астана-Опера» такие профессионалы и есть. Хочу отметить замечательное качество исполнения всех цехов театра. Это действительно уровень европейский. Я необычайно довольна исполнением как и костюмов, так и декораций. Я уже третий раз сотрудничаю с этим театром, и всякий раз я после премьеры, мы все друг друга поздравляем. Кастинг артистов – момент ответственный. Здесь свое слово должны сказать все постановщики спектакля. Конечно, это вместе с дирижером происходит, и с дирижером, и с художником. Потому что тут не только вокальные параметры, но еще и физические параметры. Мы, конечно, все это делаем вместе. Если в режиссуре постановка оставалась в рамках классических канонов, то в сценографию художник-постановщик Манана Гунио внесла символику и новые технологические приемы. Все действие происходит в Версальском саду, детали которого были изготовлены в цехах театра из оргстекла. Сам принцип декорации – это калейдоскоп, который постоянно меняет свое освещение, свой цвет, свою стилистику и свою функцию. Поскольку возможности сцены малого зала слишком скромные, там нету специальной машины для классического спектакля. У нас все происходит на виду у зрителя с помощью мемаса, который изображает мольеровских учителей слуг. И это все происходит на виду у публики. Каждый такт музыки мы должны оправдать. Поэтому мы решили, что на этот раз мы введем еще и элементы танцевания в наш спектакль. «Тайный брак» Доминика Чеморозы написан в духе классических канонов постмотцарского периода. Музыкальный язык оперы запоминающийся, легкий и доступный. Это позволяет исполнителям, не задумываясь о сложностях вокальной стороны, полностью погрузиться в стихию актерской игры. Режиссура, оставаясь в традициях комической оперы, не мешает импровизировать артистам, а костюмы только усиливают комические эффекты спектакля. Например, у нас Робинсон и поет наш замечательный Женя Чайников, который очень высокий. Еще чтобы утрировать эту разницу между тенором и басом, я ему сделала огромные каблуки красные, вот как у Людовика, с огромным париком. И рядом с ним будет Паулино, тенор, главный герой-любовник. Но он весь такой в сереньких, перламутровых тонах, очень такой элегантный, маленький, и чтобы была вот такая разница и контраст между огромным париком-аристократ и очень скромным маленьким клерком. В этой опере множество комических ансамблей. Квартеты, квинтеты, терцеты – два масштабных финала с участием всех действующих лиц. Вместе с тем в опере всего шесть персонажей. Каждый из них при этом очень важен. Здесь нет главных и второстепенных героев. Так теноровая партия Паулино, исполненная молодым артистом Нарулом Тайкеновым, вносит свою лепту в развитие интриги. Мой герой – это граф Робинсон. Он такой уже не первой свежести. Но в прошлом, видимо, был, как сказать современным языком, эскорт. С ним, допустим, да, мы приходили в театры, где-то выходили в свет. Евгений Чайников уже исполнял эту партию в авангардном спектакле в Барселоне и теперь с удовольствием участвует в постановке родного театра. Есть в опере и вторая басовая партия «Отец семейства» и инициатор всех брачных историй «Купец Джеронима», которого в разные дни прекрасно исполнили «Алтенбек Абельда» и «Талгат Галиев». Вообще, это спектакль ансамблевый. Здесь все построено на отношениях. То, что говорит, что произносит, как чувствует, как живет человек, твой партнер на сцене, от этого зависит твоя игра. Здесь нет такого, что ты выходишь, поешь арию длинную или что-то там. В основном все это завязано на отношениях между ними. «Купец Джеронима» Это очень сложно, потому что каждая партнерша обладает своей собственной индивидуальностью, своим собственным тембром красивым, краской тембра необычной. А тут нужно будет вместе, то есть это должно быть очень школьно, очень, так сказать, в одном русле. Прозрачную и ажурную музыку Доминика Чеморозы не назовешь легкой для вокального исполнения, несмотря на кажущуюся простоту и мелодизм. Сложная колоратура, быстрые темпы, стремительные ходы в верхний регистр и виртуозные пассажи требуют высокого мастерства, особенно от исполнительниц женских партий. Но солистки с этим блестяще справляются, не забывая об искрометной актерской игре, изящном сценическом движении и, конечно же, об удовольствии шиком носить на сцене роскошные костюмы. Одной из самых характерных партий, партию Элизетты, в разные дни исполняют ведущие солистки театра Жанат Бактай и Альфия Каринова. Ну, музыка напрямую связана с героями, то есть музыкальная характеристика и вербальная, то есть словесная, они работают вместе. Мы видим, например, в этой опере видим Элизетта, которая хочет стать знатной дамой, и у нее ария, в общем-то, в стиле музыки достаточно элегантной. А вот Каролина, у нее ария в стиле музыки песенной, в общем, народной. Партию младшей сестры Каролины в спектакле театра Астана-Опера исполняет Салтанат Ахметова. Одна из самых проникновенных арий в этой опере – ария, в которой Каролина пытается отговорить графа от его идеи жениться на ней. Салтанат Ахметова Упера-Буфа – это всегда радость, веселье, всегда несет какой-то энергетический позитив в зал и несет такую радость, знаете, предсказуемую. А здесь вот она вот, как бы, дело идет к браку, и в то же время попутно возникают какие-то проблемы, какие-то ситуации, которые нужно будет решать совместно. вот, и есть какой-то момент вот, что вот-вот сорвется, или вот какая-то есть непредсказуемость. Вся интрига завязывается вокруг желания Джеронима выдать старшую дочь за графа и получить титул. Но граф Робинсон влюбляется в младшую дочь, Каролину, которая, в свою очередь, уже тайно обвенчалась с Паолиной. Ситуация еще больше запутывается тем обстоятельством, что престарелая тетушка Фидальма, прекрасно сыгранная Татьяной Витцинской, тоже влюбляется в Паолина. Все непредсказуемо, но зритель знает, что по традиции комической оперы все должно закончиться хорошо. Об этом говорит и музыка, в которой отчетливо слышатся жизнеутверждающие муцартовские гармонии. Есть связь, связь именно по настроению, по состоянию. Все то, что жизнерадостно исходит от Моцарта и продолжается уже в романтике России через школы Печини, Чемороза и многих других композиторов. Она, конечно, не сильно, наверное, отличается от Россини, от композиторов того времени, но все равно есть там свои моменты, свои краски, чуть другие речитативы, какие-то другие гармонии присутствуют, мелодия какая-то интересная. Поэтому вернуться к ней опять это очень радостно для меня. Финал, построенный на последовательном увеличении количества участников, драматичен. За лирическим дуэтом Паолиной и Каролиной следует соло Элизетты. Трецет Элизетты с отцом и теткой перерастает в квартет и сменяется секстетом всех персонажей. Шумно ликующий ансамбль всех действующих лиц знаменует счастливую развязку. Я считаю, что театр можно и лечить людей, так же, как и любой формы искусства. Именно этого не хватает сегодня, именно духовности не хватает. Мне очень жаль, что иногда принижают значение искусства в жизни людей. Без духовного мы абсолютно принижаем свой интеллект, свое существование, смысл нашего существа, не переживая, принижая. Поэтому я считаю, что искусство – это то, что может спасти нашу психику. чудесно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все в этой музыке бьет ключом и переливается жемчугами. Так легко и радостно, что слушателю остается только наслаждаться. Писали музыкальные критики об опере Доминика Чеморозы. Спектакль в театре «Астана-Опера» получился веселым, легким и искрящимся. Словом, полностью соответствующим духу музыки итальянского композитора и жанру комической оперы. И в этом несомненная заслуга всей постановочной команды и артистов театра. А я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч в эфире телеканала «Абай». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok